Всем привет! Мы с вами находимся на финале Континентальной Лиги И с нами Алексей Крайнов Мы возьмем у него интервью Здравствуйте Здравствуйте Первый вопрос Ожидали ли вы, что будут распроданы абсолютно все места И будет столько народу? То, что будут распроданы все места на первый финал Континентальной Лиги Мы были уверены Мы не думали, что они будут распроданы так быстро В реальности речь шла о часах Даже не днях Поэтому мы считаем, что это успех, который превзошел наши ожидания И сообщество здесь в действительно большом объеме Дальше В других дисциплинах СНГ региону уделяют очень мало внимания А наши организаторы решили пойти дальше и устроили такое действительно масштабное событие Как вы думаете, мы смогли встать на одну планку с другими регионами в этой сфере? Я бы сказал так Наш регион реально развивается очень хорошо Сообщество Лиги Легенд пополняется новыми участниками Игроки прогрессируют по качеству игры Студенческие гильдии, битвы университетов Про сцены в виде Континентальной Лиги Все это реально раскачивает историю очень хорошо Если брать качество мероприятия Я думаю, что продакшн того, что мы видим Он соответствует реально глобальным стандартам Riot Если посмотреть то, как выглядит это для посетителей Это реально уровень LCS И можно даже сравнить в Инстаграме Я спутал фотографии Думал, что это наш фото А оказывается это LCS и наоборот По сообществу Сейчас на стадионе около 3000 человек Я, с учетом того, что это такой первый финал И хотя мы первые в Москве собрали стадион на киберспорт Это в реальности самый первый финал Так что мы потихонечку будем раскачиваться И я думаю, самое интересное еще впереди Так, дальше Планируется ли в следующем году выбрать стадион побольше И, как вы думаете, заинтересуются ли другие люди? Скажем так Общая история показывает, что по мере развития лиги Стадионы становятся все больше и больше В 2014 год мы были на стадионе в Сеуле На котором чемпионат мира по футболу проходил Берлин, Мерседес, Бенц, Арена Рано или поздно мы придем к этим масштабам Посмотрим, как будет развиваться событие У нас нет цели собирать именно стадионы У нас цель создавать для желающих в сообществе Классный игровой опыт, классный киберспортивный опыт И я думаю, что потихонечку размер будет увеличиваться Хорошо Расскажите о проделанной работе организаторов Какие были трудности С чем конкретно были вызваны сложности Возникали ли проблемы с игроками или аудиторией И все в этом духе Да Я бы сказал так Найти правильную площадку Для первого финала континентальной лиги По League of Legends Это было определенным вызовом Потому что мы действительно понимали Что мы хотим несколько тысяч человек И для этого могут подходить разные форматы И мы пересмотрели реально с десяток, наверное, объектов И остановились на этом месте Нам кажется, как мы видим сейчас По тому, что происходит Это решение было правильным По игрокам Так как мы инвестировали уже заранее в это Мы начали поддерживать игроков финансово По работе и тренировках в гейминг-хаусах Поддержки их зарплатами Другими вещами Получается, что они были более-менее готовы Все игроки вы видите здесь Даже без замен Все настроены на игру полуфинала Которые проходили в ланах Тоже с физическим присутствием Тоже были отличные То есть эта часть, я думаю, наша команда сделала хорошо В целом, количество людей Которые от Riot Games С партнерами, волонтерами, вендорами Суммарно задействованы в этом мероприятии Это реально десятки человек Это большие инвестиции Но, как мы видим, это все окупается для нас Эмоциями, которые мы здесь видим от игроков И последний вопрос О цене билета Почему она была такой низкой И почему не были организованы какие-нибудь сувенирные магазины И все в таком духе Мне кажется, фанатам было бы интересно приобрести продукцию от Riot Я слышу, согласен В части цен Наша идеология Вообще идея Riot Games У нас нет задачи заработать на игроках На билетах Или там окупить как-то эти мероприятия На самом деле мы хотим просто создать что-то шикарное С точки зрения опыта Цены на билеты Вы правильно отметили Это более символическая вещь Которая символизирует готовность человека прийти И распределение по конкретным местам Где они будут находиться И как мы видим, это все работает Мерч, сторы и все остальное Все впереди Мы будем это делать На самом деле сейчас уже прорабатываются эти истории Нам нужно некоторое время Но вопросы очень актуальны Спасибо большое вам за ответы на мои вопросы Спасибо